Сирийский кризис в центре внимания представительных переговоров в Вене. На встречу в столице Австрии с участием сразу 19 делегаций, хоть и не возлагают чрезмерно большие надежды, но ее называют ключевой. Впервые к обсуждению этой проблемы привлечены все заинтересованные в регулировании страны. В прямой эфир из Вены выходит наш европейский корреспондент Иван Благой. Иван, здравствуйте. Встреча идет уже долго. Что можно уже рассказать к этой минуте? Добрый вечер, Дмитрий. Очень долго. Переговоры идут уже 6 часов с короткими перерывами, во время которых министры иностранных дел имеют возможность обменяться друг с другом парой фраз. Например, во время одного из таких перерывов министр иностранных дел России успел переговорить со своим коллегой из Ирана Мохаммедом Джавадом Зарифом, а также госсекретарем США Джоном Керри. Детали журналистам неизвестно, но уже ясно, что встреча в столь широком составе она первая, но не последняя. Сегодня в консультациях участвуют 19 делегаций. В будущем еще больше к диалогу могут подключиться представители официального Дамаска и сирийской оппозиции. Журналистам стало известно, что еще накануне Россия и Саудовская Аравия обменялись списками членов оппозиционных групп, которых можно пригласить в Вену. В российском списке 38 имен и фамилий. Также Москва выступает за то, чтобы к переговорному процессу здесь в Вене подключились также представители курдских партий. Судя по заявлениям министров, здесь в Вене царит атмосфера осторожного оптимизма. Прорывы никто не ждет, но главное, что переговоры в таком формате вообще состоялись. Мы хотим понять, есть ли у нас возможность продвинуться вперед, запустить процесс, который положит конец убийствам и страданиям в Сирии. Цель переговоров — это обмен мнениями и попытка прикинуть наши шансы. И вот здесь есть любопытные детали. Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свой источник в Белом доме утверждает, Вашингтон изменил свою позицию насчет сирийского президента Башара Асада и готов обсуждать его будущее. Если это так, то это настоящий кульбит в американской внешней политике. Иран, по информации агентства Reuters, сегодня предложил для Сирии шестимесячный переходный период. Ну а дальше судьбу Асада должен решать сам сирийский народ на выборах. Саудовская Аравия, она возглавляет антиасадскую коалицию монархи Персидского залива. К таким компромиссам не готова. В интервью BBC это совершенно явно дал понять представитель королевства. Он уйдет, в этом нет сомнений. Либо он уйдет в результате политического процесса, либо его заставят уйти силой. Но он уйдет в любом случае. С помощью стран Запада саудиты безуспешно пытаются свергнуть сирийского президента. Вот уже четыре года это привело лишь к страданиям сирийского народа. Сейчас, впрочем, многое меняется. Например, еще год назад США заставили генсека ООН отозвать приглашение Ирана на конференцию по Сирии. Но сейчас российская авиация активно работает в сирийском небе. И для Ирана на его участие во встрече в Вене наставила Москва. Вдруг нашлось место за столом переговоров. Усилия дипломатов могут принести плоды, если все будут одинаково вовлечены в процесс, если все внесут реальный вклад в решение сирийской проблемы. Мы очень хотим сделать первый шаг в этом направлении, а он всегда самый важный. Ну и так, первый шаг уже сделан. Новый раунд политических консультаций может пройти в Вене уже в начале следующей недели. Окно возможностей для компромисса открыто. Россия выступает за то, чтобы разрозненные группы сирийской оппозиции наконец сформировали единую делегацию и провели разговор с представителями официального Дамаска. И по некоторым сведениям, подобный разговор может состояться также в начале следующей недели. Дмитрий. Да, спасибо. Это Иван Благой, наш европейский корреспондент. Он следит за представительными переговорами в Вене по сирийской проблеме. Субтитры создавал DimaTorzok